дорогие друзья мы начинаем новый цикл уроков по перке а вот это поучение отцов и эта книга поможет нам приобрести знания которые способствуют улучшение нашего духовного и физического здоровья начнем с первой главы мы будем читать мишну и пояснять некоторые высказывания чтобы нам было более понятно первое маше получил тору на синае и передала йошуа йошуа старейшинам старейшины пророком пророки передали ее мужьям великого собрания здесь рассказывается о старейшинах не тех семидесяти старейшин которые были современниками маше а скорее их последователем и греть идет о их последователях о мудрецах и здесь рассказывается о непрерывном перед непрерывном непрерывном передаче знаний торы которая дошла со времен получения на горе синай до наших времен те изрекли три постановления не спешить не спешить выносить решение в суде и взрастите множество учеников и возводите и возводите ограду вокруг торы для судей не спешите выносить решение имеется ввиду не спешить действовать исходя из предварительных суждений и возводить окра ограду вокруг торы имеется ввиду дополнительное установление предостерегающего характера выходящие за пределы законов торы которые будут служить буфером удерживающим человека от нарушения законов торы вторая мишна шимон праведник был одним из последних мужей великого собрания он часто говорил на трех основах держится мир на торе на служение богу и на благотворительности третья мишна антигнос лидер сохо унаследовал тору от шимона праведника он часто говорил не уподобляйтесь не уподобляйтесь слугам прислуживающим господу или господину в надежде на награду ведите себя как слуги которые работают не ради награды и будьте богобоязнен четвертая мишна пускай у тебя дома собираются мудрецы то есть надо подготовить свой дом таким образом что если мудрецы пожелают собраться вместе они сказали бы давай встретимся в доме такого такого то чтобы было там приятно находиться как же должен себя вести хозяин дома хозяин дома может совершить две ошибки первое он может решить что не будучи ученым не имеет права участвовать в беседе мудрецов первая ошибка вторая оказывая им покровительство он может испытывать мисходительность по отношению к тем кого напекает что значит жадно впитывать знание то это надо поступать так подобно тому как измученный зноем путник жажды пьет воду с такой жадностью нужно впитывать эти мудрость вот мудрость знание то пятое мишна йосе бен йоханан из иерусалима говорит пусть двери твоего дома будут открыты настежь пусть бедняки и станут твоими домочадцами и не разговаривай слишком много с женой это было сказано о своей жене и тем более это относится к жене ближнего оттуда заключают мудрецы всякий кто праздно болтает женщины навлекает зло на себя самого отвлекая от слов торы и конце концов удел его в его ад что значит открыты двери настежь двери твоего дома должны быть распахнуты так же как были открыты двери шатер авраама нашего праотца он был очень гостеприим и пусть станут бедняки твоими домочадцами здесь имеется ввиду что надо нанимать бедняков на работу у себя дома и поручать им распространять милостнюю своего лица то есть помогать им подняться праздная болтовня с женой смысл этой мишны в том что не в том что нужно меньше любить жену наоборот он должен любить жену как если бы она была из его плоти и крови и более того здесь это предреждение не относится к важным разговорам между мужем и женой они важны они должны быть также имеется ввиду здесь вульгарные то есть имеется ввиду нельзя использовать простую болтовню о чем-то совсем поверхностном непонятном и нельзя так же поддерживать или заводить вульгарные непристойные беседы которым человек навлекает зло на самого себя и здесь так же говорится что если он будет рассказывать например о своих каких-то ошибках и своих каких-то недостатках испытаниях или унижениях которые он пережил он делится женой этого тоже не обязательно делать потому что неизбежно может пострадать ее уважение к нему шестая мишна Йошоа бен Пархия и Нитай Хааб Арбели получили Тора от них то есть передается дальше знание Торы от одного поколения к другому Йошоа бен Хар Пархия часто говорил найди себе учителя и приобреди себе друга и суди каждого человека благосклонно что значит? что значит найти людей из превосходящих тебя то есть выбери себе учителя которого ты будешь учиться и друга выбери себе и выбери себе человека к которому ты можешь благосклонно относиться что мы скажем про друга? друг это тот человек который может выслушать понять и указать правильную дорогу выбрать правильное решение для этого нужна любовь а любовь может быть основана на трех основах любовь может быть основана на выгоде например отношения двух деловых партнеров им выгодно любовь ради удовольствия любовь в разделении которое мужчины испытывают по отношению к женщинам и любовь связана с чувством безопасности когда человек находит друга и чувствует себя безопасно в его окружении а также есть добродетельная любовь объединяющая людей стремящаяся к объективной истине и к добру так вот именно такой любви учит нас Мишна а насчет благосклонности к человеку Тора учит нас относиться благосклонно к любому человеку даже если он духовно тебе уступает седьмая Мишна не тай Харбейле говорит держись подальше от безнравственного соседа не связывайся с нечестивцем и не впадай в отчаяние из-за бедствий будучи вблизи нечестивого не хорошего соседа он может повлиять и неизбежно может повлиять негативно на другого также нельзя связываться с нечестивцем потому что тут такой приводится пример что если человек заходит в кожевню и там неприятный запах то он обязательно этот запах примет когда человек общается с нечестивым человеком он может быть или оказаться в негативном воздействии от него а также не впадай в отчаяние из-за бедствий то есть если настали тяжелые времена не отчаивайся потому что близок час избавления восьмая Мишня Ягуда Бен Таба и Шимон Бен Шатах получили Тору от них дальше идет передача знаний Тора Иуда Бен Таба и говорит не уподобляйся защитнику в суде когда ты судишь и участники тяжбы предстанут перед тобой смотри на них так как будто оба виновны когда же уходят они смотри на них так как будто оба невиновны если приняли они решение суда что значит как будто они оба виновны то есть надо относиться беспристрастно к обеим сторонам не допуская мысли о том что этот человек важная перзона и он не станет лгать соблюдать надо полную объективность 9 мишна Шимон Бен Шата говорит тщательно расспрашивай свидетелей и будь осторожен в своих речах чтобы они участники тяжбы и свидетели не вывели из них как следует лгать тут достаточно все понятно здесь говорится об объективности и о правильных выражениях 10 мишна Шмая и Авталион получили Тору от них Шмая говорит люби труд ненавидь власть и не приближайся к власть придержащим тоже достаточно понятно все и не приближаться к тем кто имеет власть с намерением занять какую-нибудь руководящую должность имеется ввиду 11 мишна Автальон говорит мудрецы будьте осторожны в речах своих вдруг осудят вас на изгнании окажетесь вы там где дурная вода там где распространены эритические взгляды и напьются ученики идущие за вами и умрут и будет имя небес осквернено то есть будьте осторожны в речах обращайтесь к толпе и убедитесь что ваши слова не будут истолкованы привратно мишна 12 елель и шамай получили тору от них елель говорит будь из учеников арона люби мир и добивайся мира люби людей и приближай их к торе как же вел себя арон чем проявлялась его любовь арон следил за том чтобы люди были в мире и он всегда старался помирить тех кто в ссоре и он использовал все возможности для этого ему было не просто порой прибегнуть к лукавству чтобы добиться примирения однако ради мира зачастую требуются экстраординарные усилия люби людей сказано если человек по мнению арона имеет с которым с которым он имеет дело ненадежен ему казалось то он обращался к нему приветливо по дружески и долго разговаривал с ним тогда человек этот мог устыдиться и подумать горе мне как может быть так что арон так хорошо ко мне относится а у меня и мысли нехорошие и делал я нехорошие дела и этот человек под этим влиянием изменялся а арон проявлял любовь к людям и он проявлял к ним любовь не из-за их заслуг а просто потому что это его были близкие ближние и сказано например у рамака привыкай любить других даже если они злодеи так как будто они ближе тебе чем родные братья и еще одно наставление из церфер гасихот магида из межречей любить ближнего означает любить даже законченного злодея так как если бы он был совершенным праведником далее сказано приближай к торе в мишне четко указано что сначала полюби человека а потом приближай его к торе тринадцатая мишна он часто говорил тот кто хочет прославить имя свое теряет имя свое тот кто не умножает свои знания в торе теряет и то что знал тот кто не учит других заслуживает смерти тот кто использует корону тор в своих интересах исчезнет с лица земли 14 мишна и он часто говорил если не я для себя то кто для меня если я только для себя то что есть я если не сейчас то когда и так если не я для себя то кто для меня можно унаследовать богатство от других людей но я не могу достичь личного совершенства через выполнение законов торы если я не буду сам работать над этим и не буду улучшать себя сказал магарат если я только для себя то что я есть чего я стою если я забочусь только о себе я не пекусь о благе других людей и если не сейчас то когда если я в юности не приобрел представление о морали и идеалах то когда они у меня появятся 15 мишна шамай говорит постоянно изучай тору говори мало а делай много и встречай всякого человека приветливо 16 мишна рамбам гамбле и рабан гамбле гамбле часто говорил найди себе учителя и избавься от сомнений и отделяй не отделяй десятину на глаз учитель имеется в виду не только того с кем ты учишь тору а всем человеком который является авторитетным раввином и на мнение которого ты можешь полагаться в галахических решениях и чтобы тем самым избавиться от сомнений в соблюдении правильным соблюдением галахи и согласно другому мнению насчет десятины да если отделять десятину на глаз то человек может дать больше чем положено и также и если он думает и даже если он хочет дать больше чем положено он может дать меньше чем положено это конечно было бы не очень правильно хорошо итак пятна семнадцатая мишна его сын шимон говорит всю свою жизнь рос я среди мудрецов и не нашел для себя ничего полезнее молчания не учение главное а дело и всяких кто чрезмерно пустословит умножает грех так сказано что полезно соблюдать молчание то есть обо всем что касается тела лучше хранить молчание и парамбаму есть пять видов речи то есть пять видов предмет предметности о чем мы можем говорить итак первая это необходимая речь это изучение торы чтение торы то что является заповедью из торы из библии второе это запрещающая речь это лжесвидетельство и ложь сплетни ругательства и пошлости совсем запрещено третья отталкивающая речь это то что не приносит ни пользы ни вреда например обсуждение новостей четвертая желательная речь то что вдохновляет душу и заставляет ее стремиться к высшим идеалам и наконец разрешенная речь это то что необходимо для разговора о текущих делах еде питье одежде и тому подобное Рамбан Шимон бен Гамлеель говорит восемнадцатая мишна на трех основаниях держится мироздание на справедливости на честности и на мире как сказано по истине по справедливости для мира судите во вратах ваших итак справедливость означает оправдание невинных и осуждение виновных честность это правдивость людей по отношению друг к другу и мир устанавливается между странами и между людьми так вот справедливость Наставление тем, кто спорит между собой в суде. В завершении каждой мишны есть такое высказывание. Раби Хананебе Накашья говорил, святой благословенный он хотел сделать еврейский народ достойными поощрений, поэтому умножил для него Тору и заповеди, как сказано. Господь желал ради правды своей возвеличить Тору и прославить ее. Так вот, когда 10 человек вместе изучают Тору, после этого по обычаю произносится молитва Кадыш. Сказано также, что сделал еврейский народ достойным поощрения. Эту фразу можно и перевести по-другому. Бог даровал евреям обширную по содержанию Тору и много заповедей, чтобы очистить. И облагородить их. И также сказано, умножен для него Тору и заповеди. То есть, когда человек исполняет заповедь, движимый одной только бескорыстной любовью к Богу, он удостаивается жизни в будущем мире. Мы продолжим далее изучение второй главы в следующий раз. Большое спасибо всем за участие. Продолжение следует...